Российский кинематограф уже долгие годы находится в довольно печальном положении, виной тому обилие бездарных актрис. У меня такая, какая есть, чем нет. Кто-то из них попал в кино по блату, других же взяли из-за привлекательной внешности, но всех этих актрис объединяет одно. Большинство зрителей считают, что они не справляются со своими ролями. Ничтожество, да? Бездарно и порочно. С вами Андрон Молохов и сегодня я решил рассказать о популярных российских актрисах, чей талант под большим вопросом. Мария Кожевникова. Обворожительная блондинка Кожевникова прославилась благодаря роли недалекой эксцентричной студентки Аллы и ситкома «Универ». Пипец, 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 да пипец, пипец, пипец. Надо признать, что кривляться и изображать дурочку Маша получалось довольно неплохо, и после окончания «Универа» ей стали предлагать массу новых ролей, но все эти роли были различными вариациями всё той же Аллочки. Хочу заметить, твое присутствие влетает мне в копеечку. Что? Так вот не надо строить из себя обманутого спонсора, ладно, не надо сейчас. Казалось, что Кожевникова так и останется заложницей одной роли, но судьба, или точнее сказать, продюсеры предоставили ей шанс выйти из имплуа глупой блондинки и проявить себя как драматическая актриса. Я не могу. Играй. Не могу. В 2014 году Кожевникова исполнила одну из главных ролей в военной драме «Батальон». И хотя видно, что Маша очень старалась, таланта ей всё-таки не хватило, и персонаж получился довольно спорным, поэтому вряд ли в ближайшем будущем ей снова доверят сыграть что-то по-настоящему серьёзное. Вот и сказке конец. Пипец. Настя Задорожная. Свою карьеру Настя начинала в подростковых сериалах, где от неё требовалось лишь улыбаться и оголять нужные участки тела, однако, когда дело дошло до более серьёзного кино, то стало понятно, что с актёрским талантом у девушки всё очень-очень плохо. Настя. А ты как здесь оказалась? Она... Самозванка. Фильм за фильмом Задорожная показывала однообразную игру и была больше похожа на дилетантку, чем на настоящую актрису, и апогеем её актёрской бездарности стала роль Нины в ремейке замечательной советской комедии «Кавказская пленница». Новая «Кавказская пленница» с треском провалилась в прокате и получила разгромные отзывы зрителей, после этого фиаско Настю уже не так охотно зовут в новые фильмы, что, собственно, и к лучшему. Филоса у меня была такая, но с кем не бывает. Ну что ни сделаю, всё не так. Елизавета Боярская. Большинству российских зрителей не по нраву актёрская игра Боярской, и многие считают, что она попала в кино не из-за таланта, а что называется по блату. Вам нечего бояться, когда рядом с вами Д'Артаньян. Боярская частенько припоминают, что она носит фамилию своего отца, и припоминают не просто так. Зритель негодует, почему однообразной и ничем не примечательной Лизе достаются сильные интересные роли, которые она попросту не вытягивает. Неужели вы не чувствуете, как вам легко оскорблять меня? Не оскорблять можно честного человека и честную женщину, но сказать вору, что он вор, есть лишь установление факта. Почти каждый фильм с участием Боярской собирает негативные отзывы зрителей о её исполнении Карениной, так и вообще многие считают издевательством и надругательством над русской классикой. Это дурно то, что вы говорите. И я прошу вас, если вы хороший человек, забудьте, что вы сказали. Как и я забуду. Рената Литвинова. Эффектная, необычная, красивая, элегантная. О Ренате как о женщине и творческой личности можно сказать массу хорошего, но если оценивать её актёрский талант, то тут всё не так однозначно. Этой планете я поставила бы ноль. Главная задача актёра достоверно изобразить персонажа, так чтобы зритель поверил в происходящее на экране. Но когда смотришь фильмы с Ренатой, то видишь там именно Литвинову с её охами и вздохами, а не образ, который она пытается передать. Лера Кудрявцева. Кудрявцева появилась на экране благодаря своему приятелю Игорю Вернику, который уговорил продюсера взять её в передачу «Партийная зона». И надо отдать Лере должное, в роли ведущей она всегда смотрелась довольно естественно. Но хорошая ведущая не равно хорошая актриса. Вообще-то я по жизни другими вещами хотела заниматься, но вы знаете, как-то втянулась. Кинодебют Кудрявцевой состоялся в сериале «Улицы разбитых фонарей» и уже тогда стало ясно, что актриса из неё не кудышная. Затем последовало несколько ролей в полнометражном кино, которые лишь подтвердили её бездарность. Я не знаю, мне кажется, я просто это адовый п***ец. После целой серии провальных ролей в провальных фильмах Кудрявцева всё-таки отказалась от покорения кинематографа и вернулась к работе телеведущей. Будем надеяться, что навсегда. Вы мне тоже не нравитесь. Анастасия Заворотнюк Анастасия прославилась благодаря российскому ремейку сериала «Моя прекрасная няня», где ей пришлось играть простушку-хохотушку Вику, и в этой роли она смотрелась довольно органично. Однако в более серьёзных проектах актриса выглядит весьма блеклой, когда она появляется на экране, многих зрителей не покидает ощущение, что они смотрят новую довольно странную серию «Няни». Конечно, глядя на меня сложно поверить, что меня можно трахнуть на мосту. Как вы могли! А Заворотнюк красивая, милая женщина, и дай бог ей здоровья, но как ни крути, она актриса одной роли и вряд ли когда-нибудь сможет выйти из амплуа провинциальной дурёхи. Да нет, это не реалистично. Вот это, не жизненно. Впрочем, сама Анастасия это отлично понимает, и она никогда не скрывала, что выбрала актёрскую профессию не из-за любви к искусству, а просто как способ заработать быстрых и лёгких денег. Кино больше даёт возможность финансово решить все свои проблемы. Анна Михайловская. Ангельская кукольная личка – огромный плюс в актёрской карьере, но, как известно, красота не вечно, да и полагаться на одну только внешность – не самая лучшая идея. А я не собираюсь без особой надвости. Конечно, Михайловскую нельзя назвать полной бездарностью, но её актёрские достижения сильно преувеличены. Из года в год она изображает однотипных героинь с не меняющимся безэмоциональным выражением лица, и она больше похожа на робота, чем на живую актрису. Ты выйдешь за меня? Игорь, прости, я не могу. Выходите за меня замуж. Я согласна. Пока она молода и красива, на её посредственную актёрскую игру закрываю в глаза. Однако время не стоит на месте, и на пятке Михайловской уже наступает новое поколение старлеток, поэтому что будет с карьерой актрисы Летедок через пять – большой вопрос. Анна Чиповская. Анна – яркая и красивая женщина с уникальной запоминающейся внешностью, но как актриса она себя практически нигде не проявила, и чаще всего Чиповская изображает на экране поверхностных и недалёких красоток. Пытаешься всем доказать, что, ребята, я хотела бы играть другое. Тебе говорят Ань. Ха, Ань, Ха. Не смеши. Долгое время Чиповская почти в каждом интервью жаловалась, что в ней не видит характерную актрису и не предлагают достойных ролей, и в конце концов её мольбы были услышаны, и они доверили сыграть Дашу Булавину в одноимённой экранизации романа Толстого «Хождение по мукам». Однако после выхода сериала зрители сочли, что присутствие Чиповской сильно навредило произведению, и истинное «Хождение по мукам» – это целых 12 серий наблюдать за её посредственной актёрской игрой. Ксения Собчак. Собчак стала сниматься в кино почти одновременно со своим теледебютом на «Дом-2», её первой актёрской работой была роль в говорящей картине «Вора и проститутки». Ювеналий, ну прости меня, прости меня, я правда была не права. Вот, смотри, Айлин передала тебе фотографию твоего отца. Затем последовало несколько проходных комедий, где Собчак выступала в качестве знаменитого реквизита. Нежели полноценного персонажа, и зрители с критиками были единогласны во мнении, что она полная бездарность, но мнение народа, как известно, Ксюшу никогда не волновало. Я могу на это ответить только моей любимой цитатой. «Жрите дерьмо, миллионы мух не могут ошибаться». При этом Собчак надо отдать должное. Следуя заветам своего гуру Энтони Роббинса, несмотря на отсутствие таланта, она не сдаётся и продолжает путь к Оскару, и уже демонстрирует актёрское дарование не только в чужих фильмах, но и в своей собственной передаче. На этом всё. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если хотите быть в курсе всей подноготной российского шоу-бизнеса, то не забудьте подписаться на канал. С вами был Андрон Молохов. На сегодня всё. Берегите себя, своих близких. До свидания.